Следующей в повестке депутатов была постоянная комиссия по вопросам законности правопорядка и местного самоуправления. На ней народные избранники рассмотрели порядка десятка вопросов. Елена Липовая доложила о том, как в МИАСе работает многофункциональный центр и насколько он облегчает МИАСцам процедуру хождения по инстанциям для того, чтобы собрать необходимый пакет документов. В 2011 году была принята муниципальная целевая программа по снижению административных барьеров предоставления муниципально-государственных услуг на базе многофункционального центра. 11 апреля 2013 года такой центр в МИАСе появился, где услуги жителям предоставляются по принципу одного окна. Он успешно в течение трех лет входил в областную целевую программу, по которой выделялись средства из бюджетов всех уровней. Общий объем финансирования у нас составил с 2011 года 11 млн 483 тыс. рублей. В том числе из средств бюджета МИАСского городского округа было выделено 4 млн 783 тыс. рублей. Из областного бюджета по областной целевой программе за этот же период времени было выделено 6 млн 700 тыс. рублей. В целях технического оснащения учреждения в МИАСский городской округ из областного бюджета поступило оборудование на общую сумму 1,5 млн рублей. До конца года мы ожидаем еще программное обеспечение АИС МПЦ. Это тоже достаточно дорогостоящее оборудование, которое позволит нам работать по межведомственному взаимодействию с другими учреждениями. На данный момент многофункциональный центр может предоставить 38 государственных и 13 муниципальных услуг. В соответствии с регламентом предоставления данных услуг, человек может в этот многофункциональный центр прийти, сдать документы и путем межведомственного взаимодействия специалист поможет ему подготовить их необходимый перечень. Я вот прочитала информацию, что этот центр в какой-то части жителей очень большой не снизил, а прибавил заботу. Хотела бы посмотреть, как это будет снято и как это шло. Можно я сразу отвечу на вопросы? Ни в коей мере, если мы говорим про назначение субсидий, я почему сделала акцент, что не подменяет действия тех учреждений, которые должны предоставлять те или иные услуги. Человек пришел по административному регламенту, сдал необходимые документы. Но то, что, допустим, в управлении социальной защиты проходит перерегистрация пенсионеров, никоим образом многофункциональный центр это сделать не может. Данный вопрос был принят к сведению. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа «24 мяса».